Борис Джонсон, которого в понедельник перевели в реанимацию в стабильном состоянии на кислородной терапии, к ВЭЛу он не подключен, сообщили в канцелярии британского премьера, отметив, что он в добром расположении духа. Пока из всех первых лиц планеты коронавирус, кроме Джонсона, диагностировали только у принца Монако, который уже выздоровел. Как обеспечивают вирусную безопасность мировых лидеров? Пока среди первых лиц планеты коронавируса диагностировали лишь у принца Монако и премьер-министра Британии, Альберт, второй уже выздоровел, а вот Борис Джонсон в понедельник попал в реанимацию о вирусной безопасности мировых лидеров Андрей Ромашков. В конце марта Борис Джонсон почувствовал, что заболевает. У него поднялась температура и начался слабый, но настойчивый кашель. Премьер-министр Британии сдал анализы и продолжил работать в режиме самоизоляции. Когда 27 марта тест дал положительный результат, премьер обратился к нации и рассказал, что симптоматика у него слабая, и он продолжит возглавлять борьбу с коронавирусом. С тех пор прошло полторы недели, продолжает корреспондент CNBC в Лондоне Стив Седжвик. Еще в полдень воскресенья на Даунинг-стрик настаивали, что премьер-министр продолжает руководить правительством и даже получает так называемые красные шкатулки с официальными документами. В твиттере Джонсона даже появилась публикация о том, что он не теряет духа и выражает благодарность работникам здравоохранения. Уже вечером нам сообщили, что премьера перевели в реанимацию для проведения кислородной терапии. На Даунинг-стрит опять же утверждали, что решение было принято в профилактических целях и что Джонсон находится в сознании. Однако в течение суток состояние Джонсона ухудшилось, и теперь функции главы Кабмина временно выполняет глава британского МИДа 46-летний Доминик Раб. Как сообщает BBC, двум третям пациентов, попадающих в реанимацию с коронавирусом, требуется наркоз и подключение к ИВЛ. Летальность коронавируса в Британии превышает 10%, правда только от числа выявленных случаев. Но дополнительно усложняет ситуацию тот факт, что у Британии нет проработанного плана преемственности на случай гибели Джонсона. Как пишет портал Кварц, партийные выборного премьера могут занять несколько недель. Что касается безопасности российского лидера, президент уже работает в условиях частичной самоизоляции. О мерах предосторожности, которые принимаются перед встречей с чиновниками, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются. Причем тестируются заранее. Как правило, речь идет о тех людях, которые принимают особые меры предосторожности в плане режима самоизоляции, несмотря на рабочий режим. Это люди тщательно проверенные, поэтому в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия. Стоит отметить, что одним только тестированием собеседников гарантировать безопасность президента на 100% невозможно. Позитивный результат стандартный ПЦР-анализ на коронавирус может дать за несколько часов. Однако для уверенности в негативном требуется до нескольких дней, пока РНК вируса приумножается в пробирке. А за это время визави Владимира Путина может успеть заразиться или просто перейти из незаразной фазы в заразную. О точности тестирования рассказывает руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии РАН доктор химических наук Константин Мирошников. Тестирование, получается, не дает 100% гарантии определения того, заражен человек или нет. Потому что у любой диагностической технологии есть определенные пределы чувствительности. То есть если человек уже, допустим, заражен, но не прошел этап, называется, серологический этап, когда уже вирус начал размножаться в организме, но еще не проявились симптомы, то зафектировать наличие вируса нельзя. Несомненно, это понимают и ФСО, поэтому вокруг российского лидера наверняка возведены и другие противовирусные барьеры. Кроме того, хотя журналисты обратили внимание на личную встречу Путина с вице-премьером Юрием Трутневым в понедельник, большинство совещаний президент теперь проводит дистанционно, в соответствии с принципом минимизации числа контактов. Выздоровевшие помогут больным или почему так важно создание тестов на антитела? Соответствующий тест разрабатывает Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетика» Институт молекулярной биологии имени Энгельгарта. Занимается этим и Новосибирский центр «Вектор». Нужно это в первую очередь не для того, чтобы успокоить тех, кто думает, переболел ли он уже коронавирусом в легкой форме или еще может заразиться, а для лечения новых заболевших. Все подробности у Андрея Живельблеса. Пока ученые разных стран мира бьются над разработкой эффективной вакцины от коронавируса, на что могут уйти многие месяцы, другие уже сейчас разрабатывают методики лечения заболевших с целью уменьшить число случаев, когда заболевания, протекающие как обычный грипп, переходят в тяжелую, угрожающую жизни форму. Пока что использовались методики, связанные с терапией, основанной на комбинации препаратов хининовой группы и антибиотиков, а также применение давно известной противотуберкулезной прививки БЦЖ. Но в последнее время к ним прибавилась еще одна переливание плазмы крови, переболевшего к больному. Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов дало разрешение на использование этой методики около двух недель назад. Во Франции, которая начала ее клинические испытания в этот вторник, уже скопились сотни переболевших вирусом добровольцев, которые высказывают готовность сдавать свою кровь для тех, кто болеет в тяжелой форме. Вероятность того, что этот метод будет работать, весьма высока, считает заведующий отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Российской академии наук Вадим Покровский. Метод давно используется для лечения дифтерии, то же самое используются при столбнике. Видимо, со временем будут тоже и гипериммунные сыворотки к антигенам коронавируса делать. Но самый простой способ, и он давно известен, это называется пассивная иммунизация. Мы переносим антитела уже переболевшего человека к человеку больному, у которого еще этих антител нет, потому что они начинают вырабатываться к концу первой недели. А тут мы ему даем иммунитет от другого человека. У одного донора берут 600 мл плазмы, что дает 3 дозы по 200 мл. То есть в идеале один выздоровевший может помочь трем заболевшим. Если этот метод себя хорошо зарекомендует при клинических испытаниях, то в России инфраструктура для его применения есть. Практически все российские станции переливания крови оборудованы аппаратами электрофереза, а медицинский персонал имеет навыки приготовления сыворотки из плазмы. Все упирается именно в то, чтобы достоверно определить, есть ли в крови выздоровевшего антитела, а также в то, что выздоровевших пока очень мало. По последним данным, менее 500 человек. Говорит заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гементологии имени Рогачева Павел Трахтман. Мы об этой работе подумали достаточно давно. Мы точно от мира не отстали. В Москве на базе института имени Слепасовского уже организована заготовка плазмы от пациентов выздоровевших тем, чтобы в дальнейшем эту плазму можно было использовать для лечения тяжелых пациентов. Сейчас мы лимитированы количеством выздоровевших. Есть очень большая проблема, она касается всего мира. Мы можем спокойно сказать, что человек переболел, а вот выработался ли у него иммунитет, чтобы готовить из его крови сыворотку. Сказать пока сложно. Если антител в полученной от донора сыворотке нет, а так бывает, то смысла в переливании тоже не будет никакого. Поэтому столь и важно создание надежной системы тестирования на антитела до наступления пика эпидемии. То есть сейчас это настоящая гонка против часовой стрелки, в которой участвуют ученые по всему миру. Помимо тест-системы, которая сейчас собирается совместно разрабатывать Центр генетики и Институт молекулярной биологии, по сведениям Бизнес-ФМ, за последние две недели уже были разработаны две экспериментальные системы тестирования на антитела Институтом гематологии Минздрава России и на базе научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Добавлю, что первый тест-системы, выявляющий антитела к новому коронавирусу, Новосибирский центр «Вектор» намерен поставить в регион уже 13 апреля. Очередной случай коронавируса у столичных медиков. На этот раз COVID-19 обнаружили у главврача 23-й больницы главного кардиолога столицы Елены Васильевой. Как обстоят дела защиты и тестированием сотрудников медучреждения? Александра Сидорову продолжит. Заболевшая Елена Васильева по скайпу дает консультации и проводит совещание. Накануне в интервью «Дождю» она говорила, что люди стали бояться обращаться к врачам, когда у них есть подозрения на проблемы с сердцем. Доктор сказала, цитата, «Если от коронавируса с патологиями летальность 10%, то от инфаркта 30%. Васильева сдала тест и самоизолировалась, как только узнала, что в клинике есть пациент с подозрением на COVID-19. Теперь будут проверять всех, кто с ней контактировал. Одно дело, когда заболевают профильные доктора. Тот же главврач коммунарки Денис Проценко. А вот в прошлый четверг о случае заражения медработника сообщили в онкоцентре имени Блохина. Во вторник СМИ написали, что в московском немец травматологии и ортопедии имени Приорова заразились семеро сотрудников. COVID-19 подтвердился у главврача пермского онкодиспансера. Он, правда, в середине марта вернулся из-за границы. Такие новости смущают других врачей. Любовь Михайловна работает в одной из столичных поликлиник. Она не контактирует с теми, кто заразился коронавирусом. Ее и ее коллег не тестировали. Но в отделении есть маски, перчатки и антисептики. Костюмы только работают там, где есть положительное. И там, где заборы происходят, материалы. Работать с контингентом таким, который приходит совершенно друг к другим направлениям заболевания, зачем это? Хотя, откуда мы знаем, есть ли они носители или нет? В каждой поликлинике есть отделение, где принимают больных, участковые врачи с подозрением на заболевание. Отдельный вход в каждой поликлинике. Врачи, которые не контактируются с узкими специалистами. Те врачи, которые работают в этом отдельном, с подозрительными, да, с теми, у кого может быть коронавирус, их тоже проверяют? Узкие специалисты не сдают ничего. А там, участковые, по мере, наверное, проявления клинических пунктов. Вам вообще тревожно? Как всем. Тем более мы возрастные уже. У нас у всех есть уже гипертония или другие заболевания. Про то, что непрофильным врачам не проводят тесты на коронавирус, рассказывает и неонатолог-реаниматолог Борис. Он работает в одной из столичных детских клиник. Есть же вероятность, что кто-то из приходящих может быть носителем? Да, конечно. Нам детей, которые везут из дома, мы проверяем на это дело. По поводу защиты у нас есть, конечно, всякие маточки, перчаточки. Но специальных костюмов? Нет. А вам тесты делают? Нет, никого не тестировали вообще. А если у вас подозрения возникли на заболевание, например, то вы можете попросить платно или бесплатно такой тест сделать? Вам, как врачу, сделают такой тест? Ну, как тест, это не сталкивался. В мире разрабатывают специальные методы защиты врачей. Но все же в основном речь о тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом. При этом зам мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью «России-24» сказала, что часто делает тест, так как общается с широким кругом людей. Почему в обязательном порядке системно не проверяют всех врачей, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией? К ним ежедневно приходит огромное количество пациентов. У них зачастую ослабленный иммунитет. Мы спросили председателя Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева. Проверка исследований на коронавирус выполняется в несколько дней. Поэтому то, что вы сделали сегодня исследование, значит, что через несколько дней вы узнаете о том, болели ли вы неделю назад, грубо говоря. И что это изменит в вашей жизни? Ничего. Много раз писали, что того, что вы проводите у бессимптомного человека диагностику, наличие возбудителя, он через пять минут может выдать вам достаточно большое количество вирусов в окружающей среду. После того, как вы забрали у него анализы, ничего не изменится. Нет такого способа превентивной проверки каких-то групп риска на наличие этого возбудителя. Нигде в мире это не описано. Риск у врача заразиться выше, чем у любого другого? По нынешним данным, нет, не выше. Те, кто заражался, примерно с той же частотой, что и не врачи. В одной из частных клиник, которая задействована в заборе анализов на коронавирус, источник Бизнес-ФМ сообщил, что тестирование проходит весь персонал, включая охранников и водителей.